Музыка Привет! Сегодня мы продолжаем тему о том, как выйти замуж за мужчину своей мечты. В прошлом видео мы остановились на том, что мы прописываем качество нашего будущего мужа, а следующим этапом мы прописываем один из дней, когда мы уже встретились с нашим супругом, и писать нужно в настоящем времени, в позитивных установках, как будто бы мы уже живём вместе, мы любимы, любим, счастливы, мы описываем один из дней, когда мы уже вместе. И потом, впоследствии, мы будем влиять на наше подсознание с помощью прочтения этой сказки. Для того, чтобы наша реальность изменилась, нам необходимо поработать с нашим подсознанием. Нам желательно убедить его в том, что то, что мы читаем, на самом деле правда, что это уже произошло. Поэтому лучше всего делать это вечером, потому что перед засыпанием у нас более простой доступ к нашему подсознанию, можно до него достучаться, потому что днём суета мешает нам общаться с нашим подсознанием. Я делала это перед сном, брала лист бумаги и читала то, что я писала. Как молитву на ночь некоторые читают, я читала своё письмо от самой же себя из будущего. И после того, как я месяц читала это письмо, через месяц ровно мы встретились с моим любимым. Но кроме того, чтобы просто читать, необходимо подключать разные рецепторы нашего тела, обоняние, осязание, слух. То есть нужно максимально тело включить в ту, то есть прожить этот момент, включиться полностью. В этом деле нам могут помочь ароматы какие-то, допустим, если вам нравится какой-то мужской парфюм, вы можете побрызгать или подушку, или себя побрызгать этим парфюмом, чтобы вы обонянием ощущали запах вашего мужчины. Далее вам могут помочь какие-то рефлекторные ощущения, то есть можно обнять подушку и, закрыв глаза, представить, что это именно ваш любимый человек. Это похоже, конечно, может быть, со стороны это смешно может выглядеть или звучать, но если вы готовы что-то делать для того, чтобы притянуть своего мужчину, то я думаю, что потом это всё просто оправдается, и будет смешно вспоминать о том, что вы это делали. Но вы будете благодарны сами себе за то, что вы это сделали. Поэтому для меня это было такой интересной игрой. Я ложилась, брала одеяло в охапку и представляла, что я обнимаю своего любимого. Включала музыку. И самое интересное то, что когда мы уже встретились, произошёл такой удивительный случай, когда у нас была свадьба, наши знакомые сделали нам подарок, друзья. Они последний танец молодых организовали так, что зажгли свечи, встали все в круг, было очень красиво, и внезапно включилась именно та музыка, которую я слушала в течение месяца, читая свой сценарий нашей встречи. Для меня это было просто удивительно, и у меня, я помню, лились до сих пор мурашки по коже бегут, у меня просто лились слёзы от счастья, от того, что последняя точка была поставлена в том, что, да, на самом деле, последнее подтверждение того, что это тот самый мужчина, которого я себе загадала. Может быть, со стороны это звучит неправдоподобно, но есть свидетели того, что это на самом деле так. Хотя я никому не рассказывала о том, что я ставила какую-то музыку, тем более я не говорила, какую именно музыку, оно произошло именно так, что та самая музыка включилась в день нашей свадьбы. Для меня это было просто удивительно. После того, как вы начали читать своё письмо из будущего, вам необходимо быть в постоянной готовности. Не нужно зацикливаться на этом и думать о том, что смотреть на каждого встречного и думать о ней, это ли мой будущий муж. Но в любом случае готовой к встрече нужно быть. Когда я читала своё письмо, каждое утро, стоя перед зеркалом, я смотрела на себя и думала, готова ли я сегодня встретить свою судьбу. И мне кажется, что необходимо каждый день быть готовой, и чтобы не получилось так, что когда вы его встретите, вы постесняетесь той ситуации, обстоятельств или того внешнего вида, который у вас на данный момент. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Бывает часто так, что именно в тот самый момент, когда он самый ответственный, мы или выглядим как-то не так, или обстоятельства не те. Поэтому я советую вам обращать внимание на то, как вы выглядите. Хотя, как я уже говорила, что наше тело — это только наша оболочка, а мы есть душа. Поэтому, в общем-то, я думаю, что если это ваша судьба, то как бы вы ни выглядели, вы от неё не сможете никуда деться, и всё равно встреча произойдёт. Так как у меня произошло, я вообще обычно всегда стараюсь быть с макияжем, как-то себе прихорошить. Но в тот момент, когда мы встретились с моим супругом, я была абсолютно без макияжа. Я решила на фестивале отдохнуть. Хотя, в общем-то, с одной стороны, я думала о том, что мы должны встретиться. Но после того, как я увидела, что там вроде бы как никого похожего на описанную внешность, которую я тогда прописывала, нет. Я так немножечко расслабилась. Думаю, ну ладно, значит, не в этот раз. Оказалось, что да, в этот. Но я была, в общем-то, внешне не готова к встрече. Я обещала вам рассказать то, как мы познакомились с моим любимым. Это произошло на психологическом фестивале, как я уже говорила. Это было в Небоге, на Черноморском побережье. Проходил психологический фестиваль трансперсональной психологии. И я в нём принимала участие. И мы были на семинаре «Тантра. Старый смысл в древних традициях». Современный смысл в древних традициях. И в рамках этого фестиваля, семинара, предполагалась телесная коммуникация. И получилось так, что когда он ко мне подошёл, я, в принципе, даже не поняла, что это мой будущий муж. Потому что я относилась к этому просто как к семинару. Он подошёл, да, в рамках семинара необходимо было коммуницировать телесно. То есть смысл был семинара в том, чтобы раскрыть свои комплексы телесные какие-то, зажатости. И когда он ко мне подошёл, я почувствовала какое-то учащение сердцебиения. Или я не знаю, как это описать чувства, но какая-то искра пробежала. Хотя мы оба на тот момент ещё до конца не почувствовали, что мы две половинки одного целого. А потом уже, когда на следующий день мы встретились, начали общаться, мы поняли, что мы рождены друг для друга, созданы друг для друга. И в этот же день мы решили пожениться. И это произошло. Вот так мы встретились. Некоторые удивляются, когда говорят, как он мог к тебе подойти и обнять тебя и поцеловать. Вот так он обнял, а потом ему захотелось меня поцеловать. Он и пизделал. Вот. Поэтому, в принципе, любая сказка, которую вы напишете, она может сбыться. Поэтому думайте, прежде чем писать. Ваше желание имеет свойство исполняться. И ещё я хотела бы предупредить вас о том, что если вы хотите притянуть к себе конкретного человека, вы знаете его имя, когда-то его любили, но он вас не любит, не стоит этого делать, потому что в таком случае он не будет счастлив рядом с вами, и вы с ним тоже не сможете быть счастливой. Поэтому лучше пишите просто какие-то качества, и притянется именно тот человек, который сможет быть рядом с вами счастлив и сделает вас максимально счастливой. А тот человек, который не отвечает вам взаимности, ну, значит, это просто не ваш человек, он вам не нужен по себе. На этом, в принципе, всё. Если у вас какие-то появились вопросы, пишите в комментариях, буду на них отвечать. До новых встреч, пока! Если вы всё ещё не замужем, то мы желаем вам поскорее найти свою вторую половинку и вместе обрести счастье. Это всё, что я хотела вам рассказать. Если вы всё ещё не замужем, то я желаю вам поскорее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok